всем привет это двадцать пятая часть видео прохождение игры ice window intensive edition на самом тяжелом уровне сложности соло без использования сейл в прошлом видео мы добрались до локации отрубленная рука зачистили первый этаж и убедились что прохождение с помощью вызова воздушных слуг извиняюсь вот прохождение при помощи воздушных слуг наиболее легкий этап который был до этого времени они хорошо держит урон а главное сами наносят его очень больших размеров где-то до 60 очков повреждения сейчас мы выспимся и продолжим зачистку отрубленной руки как я говорю очень хочу чтобы было воздушных слух уже 6 сожалению уверен что тот момент когда мы достигнем такого уровня героя враги станут уже настолько мощными что эти шесть призванных воздушных слуг не будут такой грозной силы как сейчас и говорится дорога ложка к обеду очень быстро читается щит надо будет потом глянуть длительность его прочтение примеру зеркальная обра читать не настолько быстро так смотрим вспомним все ли мы зачистили да там он весь первый этаж и уверен что и 2 уже начали сейчас 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 увидим а подождите ладно будем надеяться что возле входа никто не стоит хотел прочитать святилище нет есть только возле входа каком случае мы вернемся а я забыл здесь враги здесь враги умеют переходить из лаборации в лакас значит сейчас скроемся от них невидимости отойдет кстати это конечно очень неудобно так как придется опять спать ведь ухты они спускаются со всех возможных проходов также враги нас преследует очень интересно видите они спустились совсем возможно вот это мне не нравится болгарств дети такого нету то есть ваш герой под невидимостью все враги прекрасно знают куда вы перемещаетесь за такой это недостаток плюс как я предыдущих видео и вам заострял внимание они не только герои преследуют видно для более легкого вычисления фастфайдинга то есть поиска пути враги следует туда куда выкладывать курсоров мыши примеру его классную здесь и даже видно вам если нам я буду двигаться меня будут гонять враги я классно здесь то враги начинают сворачивать и следует той точке куда я классно до того как мой герой даже начал идти заинтересовать Все. Враги сфокусировали свое внимание на призванном элементаре. Мы можем свободно призвать оставшихся элементарей. Пока что нормальное количество — это трое. Трое элементарей можно вызвать. Как я могу помочь? Так, пойдем в спуску. Там были не только гоблины-маршалы с луками, но и орки. Пока мы дошли, элементарей уже даже убили нескольких. Да, вот они, эти орки. Как это застрял еще один элементарь, вполне возможно, нашел еще врагов. Да, намного, намного быстрее получается прохождение с помощью этого призыва. Я надеюсь, это нам поможет большее количество активных действий записывать за время видео. Так, не вижу больше врагов. Так. Не помню этот кувшинчик, но он пуст. Значит, все же я его уже осматривал. Спать будем возле входа. Он невозможно на нас нападут. Это даже хорошо, если элементарь не развеется до этого времени. Они на спинках. Если же развеется, мы просто выйдем. Так, никто нам не помешал. Основные долгоиграющие запринания. Непривычно играть. Дело в том, что параллельно я понемногу играю, осваиваю игру. Как это она называется? Пулков. Какой-то там радианс. Извините, забыл полный. Это название. И там я играю через колдуна. Так как не хочу опять играть через священника. Быть ограниченным заклинанием. Извиняюсь, заклинаниями, которые нужно искать со свитков. Так вот. После того, как я поиграл колдунов. И сейчас играю опять клерика-магом. Сильное ощущение неудобства. Там каждый уровень вы получаете заклинания. Или их стоит больше, или вы получаете новое. То есть, играет действительно динамичное. Здесь же я знаю, что мне придется еще до середины игры ходить по картам, искать эти свитки. И не факт, что я их найду. А особенно мешает, потому что свитки привязаны к инвентарю догонцам, которые изменяются только в главах. Это вообще страшное неудобство. Но просто в основном, если посмотреть видео прохождение игры, то очень часто выбирают колдуна. Именно из-за его простоты. С поиском, точнее, с ненужностью поиска заклинаний. И с тем, что он очень быстро набирает уровни. И, к примеру, в данный момент мы уже были пользованы 6-7 уровнем заклинаний. Что помогало бы проходить буквально как нож сквозь масло, сквозь монстров, которые рассчитаны на заклинания более низкого уровня. Даже несмотря на то, что у них много хит-поинтов. Как я и говорил, это не асиндейл 2. Спас броски и шанс попадания здесь не меняется. Поэтому то, что у них много жизни, врагам не поможет. Сотрудники так же легко, как и обычных. А вот уже в асиндейл 2, все не так просто. И там точно придется играть через колдуна. Хотя, если сделать допущение, что мы играем по-настоящему, прошли на обычном уровне сложности. И маг там сумел найти заклинания. Плюс этот же маг получит по 2 экземпляра бутылок постоянного изменения параметров. Ну, тогда можно пытаться играть и магом. Но сам интерес именно в том, что на самом тяжелом уровне сложности играть. Начинаешь нулевым героем, ну, первого уровня героя. И без всех его былых заслуг в предыдущем уровне сложности. Как-то это даже добавляет интереса. Поэтому вариант, уже прокачанный хотя бы до 15 уровня магом, меня не привлекает. Я бы с удовольствием сыграл, если кто-то сделал мод, который дает возможность играть магом по-настоящему. Ну, идеальный мод, конечно, никто не сделает. Это так, как, например, The Temple of Elemental Evil. То есть там маг не только учится свиткам, а еще и при уровне может приучить заклинания. Это правило 3.5. Это очень удобно. Просто он учит их меньше, чем колдун. Не так часто. Наверное, я в принципе не сравнивал, но логично, что так должно быть. Так, пытаемся записать. Заклинания не важны, а вот бутылка очень хорошая. Именно для... Ее тут, наверное, поставили для того, чтобы облегчить изучение заклинаний. Если они будут какие-то дорогие. Имеется в виду влажные, которые нежелательно потерять, не выучит. Вот видите, нападают на нас волки-невидимки. Но благодаря тому, что я за своим мощным призывом все время следую под защитой святилища, эти попытки нас окружить и как бы вловить в ловушку, засаду нам совершенно не опасны. Так, мы взяли, по-моему, много патронов врачей. Можно, в принципе, попытаться помочь сверьбой. Да, урон они получают нормальные, эти призрачные собаки. Теневой горк. Несчастные собаки. Не могут даже нанести урона элементарем. Так, о чем это мы говорили? А, о прохождении первоуровневых героев. Колдуном. А, и вот The Temple of Element 11. Как я и говорил, это наилучшее, по-моему, мнение, из старых игр, отображение правил BNB в игре. Там есть вот все. Вы можете увидеть полную формулу, в которой будет учено все. И магические, и просто свойства. И, я не знаю, и задлинаний. То есть вы увидите все бонусы. Броне врага. Свои бросков атаки. Так, с них что-то выпало. Интересно, что. Ага, поломанная сумка. Да, поломанная сумка. Вот как это. Бездонная поломанная сумка. Обязательно мы ее починим. Не знаю, где они собаки ее носили. Может быть, брюки съели кого-то вместе с МТ. Так вот, Клоф Родиан. Тоже третья редакция. Конечно, она линия кассирована. Но они, вроде бы, их создатели не обещали, что они будут придерживаться полностью правил. Но все равно, так как она третья, а не вторая, там очень много нововведений, которые очень... Не сказал бы, что усложняют или облегчают, а именно делают интересную эту игру. Хотя они все ругаются, как я почитал в старые лозы. Тех годов, когда она вышла. Не ругаются, а претензий к ней много. Да, есть с кем убрадираться, в принципе. Но все равно, на фоне этих всех новых игр, в которых сюжет не главное, а главное графика. Почти все они 3D. Обливеоны с пушками и тому подобное. Это, конечно, я могу быть, так сказать, неправ. Точнее, неправ, а мое мнение не репрезентативным. Забыл, как надо сказать. Консерватор, да? Новый неприемлемый. Хотя, так и правда, есть новый игр, который мне очень нравится. Диван Дивинити, по-моему, вообще мне очень понравилась игра. Даже не взирая на какую-то мультяшность графики. Так. Ага. Мы это заклинание имеем в заклинаниях жреца. Ну, не вышло. Мага, в принципе, оно не нужно. Я не тратил бы. Не тратил бы эти ячейки, которые можно запомнить заклинание мага на заклинание призыва нежности. Опять пытаются нам делать на лужку. Наивные монгольские фильмы. Извините, если кто-то смотрит из Монголии, не хочу убить. Ничего не имею против. Наоборот, на фоне того, что творят другие расы и нации. Так я не понял, почему меня увидели. А может, закончилось действие святилища. Как я говорил, в очень опасный момент могут соблюдать заклинания, и вы просто не сможете его успеть прочитать. второй раз герой разоруд на куски именно из-за количества. Как я и говорил, количество переходит в качество на закон деле. Вот, к примеру, здесь около 15 врагов. Один, два из них обязательно кинут за три удара. Ну, три на 15, 45. По теории, вероятности, два должны кинуть крит на 20-ку, то есть обязательно попасть. Ну, и плюс им еще надо одна восьмая, что они попадут по мнению, по отражению. Попадают, и герой окажется беззащитником для этой толпы, тем более в окружении. Поэтому, в принципе, дальше мы будем играть почти постоянно, находясь под третеричным. Если в начале игры, мы могли свободно ходить за спиной и пытаться гулять. прощу. Сейчас это, во-первых, бессмысленно, урон очень низок по сравнению с жизнью монстров, а во-вторых, опасно. Хотя, когда у нас уже будет щит ламандера, там можно очень много вариантов провернуть. Три раунда неуязвимости, а, к примеру, на 30-ом уровне там будет 6 или 7, или все 9. 9 возможных подъехал, посмотрите. 3, 3, 3, 9 возможных заклинаний у лица. Вот на седьмом уровне я не помню, или можно достигнуть 9, но в 7 точно. Ну и можете посчитать. 7 больших щит ламандера по 3 раунда, 7 и 3, чтобы у нас получается, 28 раундов, извиняюсь, 21 раунд, полный невызимый. А во время раунда можно считать множество атакующих заклинаний, которые даже не важно снимают они с нас летелища или нет, так как мы под защитой щитала тандера. Так я, в принципе, проходил, когда играл друидом, клериком. А других вариантов нету, так как нету отраженного образа, нету щитов. кроме всех заклинаний матрика, луна нету. Посмотрим, никто у нас не заинтересуется нас. Нет, значит, можно светилища не читать. Так вот, нам играл только из-под защиты щитала тандера и массовые заклинания. К сожалению, не очень слабо ровно носят, поэтому это было очень нудно. Но, тем не менее, дошел я до главного миру, главного врага, просто решил потом пройти перед ним дополнение, а в принципе врага могли бы убить, мог бы я его буквально за пару ран убить. Вполне возможно, я запишу это видео, как я его убиваю, этим героем, всю игру, естественно, я не буду переброходить. А кульминационные моменты можно, тем более, это будет видео именно обычного СНДЛ, там с мелкими дополнениями фанатов и патчем. Кстати, можно все равно я буду спать, вызвать на помощь монстров второго уровня, мне интересно, кто это. Ну, в принципе, смотрите, гоблин маршом, с луком, человека ящик, да, это заклинание, момент, когда можно мясо, не делал урона, а именно для того, чтобы ответить. Очень удобно. Чем удобно? Продевается сразу от одного до четырех то есть они один. Так, мы победили, в чем я не сомневался. Что у нас говорит опыт? Очень много побили мы врагов. Да, действительно, 25 тысяч, 988, 22, около 50 тысяч, а у нас опять уровень. Ну, это хорошо. Люблю, когда так динамично уровни сытятся. Именно поэтому мы взяли трам... В смысле, не из-за этого, трамвеный метеопласт как раз тормозит уровни, а для того, чтобы как можно дольше мы могли играть и получать эти уровни. То есть и в середине игры, и чуть дальше середины. все-таки я думаю, до конца игры не хватит даже 30 левелок, умноженных на 3, так как про мультикласс. Все равно мы наберем левелкап быстрее, чем про мультикласс. Почему-то у меня такое сложилось мнение. Так. На третий, на первый, на третий. Я вот не помню, как мы должны попасть в невидимую зону второго и первого уровня. Наверное, с третьего будем распускаться. мы сейчас чтобы быть уверены, подойдем к району, посмотрим. Да, здесь нет возможности. Нет возможности пройти на половину карты. сейчас поднимемся на третий уровень. Вполне возможно, там будет спуск назад, на второй, на первый. Я просто уже не помню, давно играл. Мне было же проходить игру, то есть локацию просто так, а потом по-настоящему. многое тоже я буду нечестен с вами, потому что уже не получится прохождение без сейл, хотя сейл ты никак не избежишь, никто не сможет играть. Если не будет проходить играх, то есть может просто пробежаться без сейл, так сесть и играть, это очень много времени заберет. Даже неуверенно это невозможно. Мы уже записали 24 части по часу, по сутки. Так вот, а если еще первые попытаться пробежать за акцию, то игра станет еще менее непредсказуемой. а именно за сложность и за то, что каждый ход нужно обдумывать, неинтересно эта игра на этом уровне сложности. Так, ну что ж, сейчас мы пойдем по к ней, нет, нет, третий уровень где-то здесь. Наверное, мы на него пойдем по ступенькам, да, чтобы не быть в центре уровня. Ой, изменяюсь. Сначала читаем сетилища. Так, даже никто нас не видит. Правильно мы сделали, что выбрали этот проход. А нет, тут уже бежит армата врагов, но мы сразу же уходим в сетилище. вы видите, предсказуемы враги, они почему-то нападают на героя изначально. Хотя, насколько я понял, они его не видели первым. Они, наверное, видели, так как орки уже были в движении, когда я еще не дочитал законодательства призыва элементарей. Так что, вполне возможно, что это не скрипт, а они действительно видели первым героем. по привычке читаю я защиту от зла. В принципе, никто здесь нанесли урон нашим элементарям пока не может. Но, если вдруг встретим мы такого монстра, желательно, чтобы они были защищены, что даст им возможность прожить дольше. Опыт прямо летит. Вот, что я о нем заговорил. Интересно, кто? Двоин. Двоин. Ничего интересного нам не принесет. тхака немного здоровья. Как я говорю, гоня здесь взят только в наглузку. Хотя, хотя, это очень сильно поможет, так как даст возможность, если босс сильно сопротивляется магии, даст возможность при полном защитном откасте в рукопашную, после того, как мы разберемся с его миньонами, в рукопашную, его, так как мы, в принципе, бросались на изунамей. Правда, они не успели много нанести урона, но все же. Как я могу К примеру, клериком-рейнджером я изунамей убил именно в ближнем бою, так как просто не было у меня сильных атакующих заклинаний и большого их количества, чтобы убить изунамей. Я просто даже не знаю, сколько у него жизни, можно где-то поискать, имеется ввиду поискать сколько у него на обычном уровне сложности умножить на 3 добавить 80, ну, наверное, не меньше сотни, потом получается, что 380 жизни минимум, а может и тысяч 400. Видите, как долго приходит на мне, кстати, это можно ускорить, здесь же святая мощь, сильно ли у нас усилила, да, сила 20, бонус плюс 8, а будет плюс 14, по максимуму. Спикер, так, как-то оно долго, где-то должен быть вход в эту центральную область, поэтому будем двигаться по кругу, так, не вижу прохода, так, это как раз для нас оружие, так как мы можем пользоваться только дробя, обязательно его потом проверим, опознаем, так, опять появились враги из засады, из засады, ну что ж, удачи им, в принципе, у них есть шанс, да, кстати, получает, получает, мой призыв, поэтому мы ему поможем. Изначальный объем воина, имеется в виду врагов, которые заточены на ближний бой, особенно овры, наносит урон, при их силе они наносят очень неплохой урон, думаю, там сила до 20, следующий уровень, кто? священник, ну же, ну же, до 6-го мы не получили опять, зато, зато у нас появился седьмой, появился седьмой, наверное, перейду я на заклинание непроницаемая чистота разума, так как я говорю, здесь полностью просто не написано описание заклинания, должны быть и от остальных психологических атак, чего не дают, такой защиты не дает нам хаотические команды, поэтому здесь нужно взять вот так, хотя даже не так, если нас зажмут, нам нужны будут все щиты латандера, чтобы использовать все заклинания черепа латандера, черепа латандера, просто нечего брать, другого ничего, все-таки имею свои ограничения заклинания это колечко нам дали, сила плюс один, а мы не можем выносить, почему? странно, разве у нас мировоззрение нейтрально доброе, ну ладно, некуда выяснять, а не могут использовать, раз там написано в списке, да, раз написано убийца-волшебник, который как раз нейтрально добрый не может использовать, а вообще любые добрые, основное здесь это то, что мировоззрение доброе, ну, везде, во всех этих играх D&D, для того, чтобы оправдать это присутствие мировоззрения, а также отыгрыш, очень часто в частности сильные вещи можно носить только злым персонажем, в принципе это и правильно, если здесь нет репутации, то, к примеру, в Балдердгейте репутация все вещи стоят дороже, то есть взлом у героя же это непросто, надо же дать ему какой-то выигрыш, так, по-моему, здесь уровень, да, уровень разбит на две части, в одну половину можем подняться по одной лестнице, во вторую и по другой, но в таком случае ничего не остается, выспаться и заходить с другой стороны, кстати, вполне возможно разбудить кто-то, кто-то, кто-то рады, нет, никто не решился, не забыть, что мы уже читаем не в статистической команды, а чистоту разума, вот она, вот она, надеюсь, под этим заклинанием у нас будет полная заклинание, влияющие на разум, так как я и говорил, заклинание, владеющие, влияющие на разум, самые опасные, так как мы в единственном числе, как только нас выведут из строя, никто нас не вернет в нормальное состояние, это стопроцентный проигрыш, ну, разве что наши элементария в тех, и мы дождемся спадения этого заклинания, но, как я и говорил, к примеру, заклинание идиотизма, постоянного действия, вязкие мысли, как все время, все время забываю, нет, незамешательства, невязкое мышление, все-таки там какое-то заклинание другое было, опять, третий уровень, по-моему, как раз к гоблину зубы, в центре стояли, мешали нам, так, совсем все враги, сейчас будем читать щит от Андера, чтобы никто не мог нам сбить, заклинание призыва, у нас уже их несколько на готове, поэтому опасности уже нет, очень-очень не хватает именно этого заклинания, считала Дандера во втором СНД, там нету ни одного заклинания, которое даст ему полный иммунитет, они всего лишь ждут какое-то сопротивление к урону, но все эти сопротивления на максимальный 30, на режиме сердца ярости, до 60 и больше, так что эти сопротивления вас совершенно не спасают, только зеркальное отображение помогает, но из него толпы немного, так как враги могут нанести 3-4 атаки за раунд, если только два бажа, то они за один раунд снимают всю вашу, всех ваших зеркальных двойничков, очень тяжело из-за этого играть, совершенно не тот вариант, здесь можно играть, как говорится, от обороны, там же только бег, ну и невидимость, саграли врагов, прочитали невидимость, так что у нас со временем, где-то половина времени отпущенного на видео уже прошло, а вот, кстати, этот лифт, который нас опустит в ту часть, тот этаж отрубленной руки, в которую мы не могли попасть, второй и, надеюсь, первый, так как первый может быть просто завален, мы это проверим, пошли скелеты, очень тяжело мне было сражаться с этими скелетами, когда я играл рейнджером, клириком, так как играл в обычном Асинделле, а там нету призыва воздушных элементарий, там, там сельско-призыв был кислотный жуки, бомбардиры, а уничтожали их очень легко, хоть они не наносили массовые уроны, могли даже парализовать, но сами совершенно не держали урона, здесь же, смотрите, как просто, скоро будет уровень мага, да, но не очень и скоро, так, кто еще читает, да, да, так, нужно пойти и помочь, да, помог, как бы я еще тут не отгреб, а все, у него закончится рождинание, значит, да, сейчас мы уничтожим этого скелета мага, кстати, кто это, лавящий скелет, ну, судя по тому, что пользовался он только фаерболами, название соответствует, кстати, а почему я получил урон, а, я не получил урон, герой кричал, что ему больно, о том, что ему больно, но урона нету, в принципе, правильно, я же прочитал подлинание защиты от огня, оно у меня 100%, то есть, урон равен нулю, полностью блокируется, именно поэтому я вам говорил, что запинания, которые дают защиту от холода, молнии, огня, обязательных величинств, где он будет! ох, неплохой щит, интересно, что у меня лучше, тут просто класс защиты 4 а здесь 3 а 4 мы считаться противопитательным так что это сейчас пойдет на продажу вот мы его нашли надо сразу же атаковать именно его чтобы он не мог кидать огненные шары все как видите за 2 2 атаки был уничтожен а дальше уже проблем нет так 64000 на 250 тысяч просто призначение миллионы глаз замыливается и кажется что там осталось 10000 2200 на 1002 то на 4 а вот вкусно 2 спустимся проверим спадают меня все заклинания мы их вернем невидимость на всякий случай если придется отступать ее нельзя тратить лучше поспать и всегда держать прозапаться а не могу уже истратить заклинания ускорение спадет в щит святилища имеется ввиду так что обойдемся без него спичь ураганда скелет это не страшно вот скелета мага надо вычислить если он здесь есть нет не вижу значит не буду я агрить так извиняюсь а где мой третий малый элементарь пока не будет этот момент когда враги за каким-то препятствием и вот он третий и у меня включается автопауза как от врага появляется то исчезает с линии видимости прекрасно проверим двери вижу я хочу сказать проверим сундуки наконец так наверно не будем заходить внутрь мы спокойно справимся с ними по одиночке здесь с этой стороны двери вот теперь это путь просто вполне возможно что там находится огненный скелет этот маг который стреляет на арбола когда не обратил внимание всего лишь 70 не считают или скреты сильными хотя во втором осминдели мы их призываем это основной наш призыв не хороший урон куча иммунитетов так как ниже да еще и добавок есть сопротивление и колющим только дробящих по ним проходит в полной мере ну а у зомби наоборот но зомби с нулей да видите за одно видео мы защитили два этажа спичь их вообще красота так она закончилась и те вещи поэтому читаем декламацию и ускорение и в бой а мы читаем и ждем когда закончится резерв и надо будет опять баиньки баиньки ах кажется невидимо снимается если пробуешь открываешь двери ну что поделать надеюсь меня здесь никто не зажмет не вижу точнее мои элементарь его не видит а вот уже видят и как раз выйти мага так таск навмага таск навмага таск навмага ну же ну же берите на запринание сбили все прекрасно ждем пока разбил скелет Наши элементария так, теперь он успел что-то прочитать, это кислоту или среды яда в крови, а противник разбитая душа. Кто здесь разбитая душа? Зазубритый скелет. Где эта душа? Не вижу. Вот она где. И не одна. Что с уроном? Тяжелые ранения. Так, продвигайтесь, продвигайтесь. Только они могут нам наносить. Вот, большое другое дело. Прекрасно. Они сейчас и лечить друг друга пытаются, судя по тому, что они друг в друга искали заклинания. Вот, теперь можно разобраться со скелетами, которые нам будут нанести. Просто не могут. так. Выполнен меч. Рано, наверное. Да. Волшебный, так как ему не скоро выпадать. ведь эти скелеты не нуждаются в оружии. в них. Так, у меня перегруз. В жертвую часть сразу заклинания. да, в принципе, мы не пользуемся. Так, что там со временем? Да, мы с ним справились. Время еще есть. Попробуем отоспаться и спуститься на второй уровень. Проверить, что же там. Единственная проблема. Ну, у нас никто не потревожил. Единственная проблема, у меня уже не было ни невидимости, ни святилища. Чтобы враги, если нас разбудят, меня атаковать не могли. Но нам повезло. В принципе, у нас еще были щиты Лагандера, так что я бы выкрутился. или убежал, или щит. И пока нет урона, можно и покидать черепки. Да, кстати, надо вещи познать. Потом забуду. Давайте меня вот интересует этого. Так. Да, очень неплохо. Очень неплохо. Единственный недостаток. Здесь есть шанс почти на раунд оглушить. Ну, это очень маленькое оглушение, все-таки лучше. Хороший мяч, как я говорил. Так как здесь ограничение в атаках 5, и легко достигнуть этого максимума. возможных атак в раунд. Поэтому наилучший вариант входит за дуручным оружием из-за его большого волоса. И хороших магических свойств. Если это отлучно уже магическое. Но, к сожалению, нету в этой игре двуручного, хорошего оружия, кроме способа дробящего. А наш священник может использовать только дробящее оружие. Поэтому, кто не знает, в будущих видео я это не повторяю. Поэтому мы используем... Стиль боя. Оружие в двух руках. Два оружия в двух руках. По всем углам пряталась. Так, призываем всех наших элементарий возле этой... Как она там? Отбитая душа. Именно ее он первый уничтожит. Только она может наносить урон нашему призыву. Прекрасно. И ускорение. Чтобы наш призыв работал в два раза лучше. Ах ты ж, опять какая-то душа прибежала. Так, мы выходим в святилище. Ненавижу этот вселенный 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 вселенный. И еще одна душа. Еще одна душа. Можно будет... Да. Можно теперь уничтожать скелетов. Есть ли тут для нас подарки. А опять душа. Подойдем. Найдем, где она находится. За стенкой. Ох, сколько их тут. Нет, добьем спокойно. Добьем скелетов спокойно. Только отойдем. Чтобы стенка нас прикрыла. Если будет большое желание у этих душ, они подойдут ближе. И мы их уничтожим. Но что-то я вижу. Они очкуют. Ну, тогда мы уже придем к ним. И первым делом их же уничтожим. Так. Есть. Куча хлама, которую можно обыскать. Обязательно обыщем. Ни о чем меч. Даже несмотря на то, что мы не можем им пользоваться. Сам по себе ничего не представляем. На таком трёпе. От начала игры уровня. Откуш есть, но не работает. Откуш есть, лестница, но он никуда не ведет. Ах ты ж душа где-то там. И еще один. Не одна. Вижу. Есть. И еще одна. Три смерти. закончили здесь на заклинание ускорить добивайте скелетов ничего не оставили и спуска на первый этаж нету как видите первый этаж полностью завален а часть которая была в темноте мы не видели можно ли туда добраться до а нет можно спуститься на первый уровень почему-то я тогда наводил видно не открыл туман войны появлялась на курсоре обозначение спуска лестницы прекрасно опять поспим первый уровень и старее всего видео будет закончена передвижение и главная защита защита разума кстати если бы я играл недавно вполне возможно помню при входе локацию и намного более быстрое прохождение игры так как я не читал были защитные заклинания смыслом которых нет но другой стороны так реальне как реальная жизнь не всегда что тебя ждет за дверями или за поворотом если макаревича по моему да и мотор ревет что он несет новый поворот так читаем щит лотандера и пытается заинтересовать и летом нашим призывом так получилось теперь опять надо чтобы скелет перестал перестал интересоваться и следующий призыв да та часть первого уровня которая которую мы не могли проникнуть первого уровня мы обошли через третий уровень сначала подняли потом спустили прекрасно все словили ускорение так нет 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 пусть они выходят пусть они выходят пусть они выходят наружу вот так 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 теневая душа тоже вышла наружу это была ее ошибка последняя все нет теневой души можно спокойно уничтожать скелетом пока кстати нет не занимаются наши элементария можно пойти сходить гляну что нас ждет здесь у ждет нас много врагов да и подождите зачем для тратить время сейчас мы сделаем массовое ослабление дипломатия и молитва прекрасно душа пошла на высых мы ее от остальных и войск пропускаем следующий кто идет в принципе можно зарываться почему-то они идут в атаку а вот начали использовать обвинание так они тебя вроде бы подвечивает но это не помогает элементария наносит улон быстрее да все души уничтожены спокойно добиваем скелетом кстати сапожки выбрали не уж что-то сапожки быстро приближать нет защиты от холода нет воровские сапожки у нас нету в нашем мосе классе класса вора поэтому мы можем только продать очень жаль быстрее уже получить сапоги ускорения хотя хотя я то буду быстрее бегать и немного это ускорит конечно прохождение видео но но элементарии это будут передвигаться с обычной скоростью только если я прочитаю заклинание ускорения они на некоторое время смогут ускориться как видите тени вообще не атакуют табак глюк должны были реагировать как-то на врагов так арбалет естественно опять же священник его использовать не может так все равно наш призыв не перейдет на другую очередь ускорим его и запустим последнюю комнату этого этажа так заходите заходите заходи уже есть и 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 л лечу вот и что-то там чем-то это ему поможет и нам заодно так все наверно смотрю на время да почти идеально спасибо всем за просмотр хорошего настроения пока